В программе заявлены соревнования по мотокроссу, однако накануне в Воркуте разгорелся скандал вокруг трассы. Репортаж Татьяны Супряткиной. Грунтовая трасса обошлась спортсменам в несколько десятков тысяч рублей. Это собственные средства гонщиков. Но за два дня до соревнований выяснилось, дорога разрушена. Участок трассы залит водой. Я три года ее планирую, старым мотокроссменам подходил. Так что даже ветераны приходили, помогали с граблями убирать камни, даже камешек лишний на трассе. Мотоцикл все-таки опасное транспортное средство. Спортсмены во всем винят компанию «Воркутауголь» рядом с трассой. Она возводит новый мост через реку. Гонщики утверждают, строители отсыпали дорогу и перекрыли ручей. Вода потекла на трассу. Представители угольного предприятия с такими доводами категорически не согласны. По их словам, возводят переправу компании «Мостострой-12» из Нового Оренгоя. «Воркутауголь» только выделяет деньги на этот проект. «Воркутауголь» не ведет работу, она не строит. Мы полностью финансируем строительство. Есть подрядная организация, которая выполняет строительные работы. Но при этом на имя «Воркутауголь», в адрес «Воркутауголь» не поступало никаких официальных просьб о том, чтобы пересмотреть график проведения работы. Ничего этого не было». Впрочем, любители мотокросса без зрелища не останутся. Строители с четверга очищают дорогу. Поэтому в субботу в Заполярье ожидаются грандиозные заезды. В городе соберутся гонщики из Лабытнанги, Салихарда и Инты. Татьяна Супрядкина, Елена Царанова, телеканал «Воркутауголь».